Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Свою старость встречает в сарае. Пенсионерка из барак вынуждена жить в покосившемся доме, который раньше использовался как склад. Отоплений нет, канализации тоже, крыша течет, а полы провалились. Женщина боится, что однажды окажется под завалами. Кто же спасет пенсионерку, задумалась Татьяна Данилова. Ни завалинки, ничего. Ветер дует и сразу у меня там даже покрывало на кровати вот так качается. За этими досками у Веры Фрам висят ковры, но это слабый утеплитель. В комнате, которая осталась без смежной квартиры, гуляет ветер. Пол провалился, крышу повело, сам барак перекосило. По словам Веры Александровны, демонтаж соседней муниципальной квартиры – дело рук соседей. Весь этот ремонт затеяли в ее отсутствии, пока женщина лежала в больнице. Я думала, я доживу как-нибудь. Сколько тут жить осталось? Ну, они квартиру разобрали, и все, стенки пошли, барак ушел в бок. Крышу разобрали, вон шифер сняли. Дождик льет, снег прямо на чердак. Ее половина дома, говорит Вера Фрам, и так разваливается на щепки. Под обоями зияют дыры, окна выпадают, двери не закрываются. Этот дом стоит буквально на болоте. Почва влажная, везде лужи. Стены бывшего барака еле держатся. Фундамент деревянный превратился в труху и крошку. А если убрать вот эту доску, все рухнет. Поэтому перепланировка дома только добавила проблем. Мы обратились к соседям Веры Александровны. Зачем им понадобилось сносить комнату? По словам супругов Кузнецовых, в этой центральной части дома от ветхости и антисанитарии завелись крысы. И чтобы как-то обезопасить свою приватизированную половину, они решили сломать прогнившую деревянную стену. А на ее месте поставили кирпичную. А вот полностью разрушили центральную комнату барак, по словам собственников, работники от администрации. И даже строительный мусор после себя не убрали. Мы там не ломали ничего. Мы только порядок навели. С администрации приходили люди, которые, и они все сломали. Хотели все сделать. Администрация наняла людей. И они хотели построить. А так как, видно, финансы еще не дали. И пока вот такой, с осени. Вот осенью они как сломали, вот куча валяется. Но Вере Александровне не столь важно, кто разрушил соседнее помещение. Бабушку волнует, как выжить в этом и без того прогнившем бараке, без отопления, водопровода, канализации и газа. А теперь еще и с полуразобранной крышей. Своей воды у меня нет как водопроводной. Дождевая вода, вот снеговая. Питьевую в бутылках ношу. Три года Вера Фрам ведет переписку с местными чиновниками. Просит уважать ее старость и сделать здесь хоть какой-то ремонт. Приходят депутаты, качают головой, обещают помочь и больше здесь не появляются. Ответы главы поселения как под копирку. Вопрос будет решаться. Но когда? На пожилую женщину того и гляди потолок рухнет. В ее квартире четыре комнаты, а ютиться приходится в одной. Больше обогреватель Веры Александровны не прогревает. У меня нет средств делать ремонт здесь. Потому что здесь все негодное оно. Потолок тоже течет. И вы за все это платите? Да, это за все. Я вот за все эти метражи, это я за все плачу. А живу в одной комнатке. В администрации только разводят руками. Поселили, говорят в эти условия, женщину не они. И переселить пенсионерку им некуда. А ремонтировать дом, по мнению чиновников, должны вовсе и не они. Несмотря на то, что жилье, отметим, муниципальное. И платит Вера Александровна именно им. В адрес собственников первой квартиры, которые осуществили незаконный демонтаж стен, пола и потолка, естественно, в судебном порядке будем с них требовать возмещения. И чтобы данное помещение было восстановлено в первоначальном виде. По нашему субъективному мнению, этому бараку, в котором живет одинокая бабушка, стоять осталось недолго. Поэтому мы просим специалистов жилинспекции оценить, можно ли это назвать квартирой и безопасно ли там находиться. Мы будем следить за развитием событий. Татьяна Данилова, Егор Хребко, 6 канал. Если органы местного самоуправления не слышат, люди идут к власти повыше. На очередном приеме граждан председателя ЗАГС собрания просили сделать зону отдыха в Собинском районе и отремонтировать дорогу в Судогодском. Эти вопросы в компетенции органов местного самоуправления. Но законодательной власти тоже приходится подключаться к их решению. Рядом с садовым товариществом Луговское есть озеро. И садоводы просят организовать там место отдыха. Для этого водоем надо взять под охрану и организовать подъездные пути. Сейчас, по словам женщин, озеро загрязняет предприятие, расположенное рядом. Владимир Киселев обещал проверить эту информацию вместе с природоохранной прокуратурой. А житель Судогодского района просит построить дорогу в деревне Лаврово. У нас сделали моментами. А весной она проваливается. Там надо делать нормальную дорогу. Мы в государстве живем. У вас асфальт хотите? Нет, никакой асфальт. Просто грейдером сделать, поднять и щебенкой засыпать. И все. Больше ничего. Потому что сейчас уже там не проведешь. По словам мужчины, на его улице проживает 25 человек. Они просят на протяжении уже 9 лет построить им дорогу хотя бы щебня. Судогодские чиновники только перекладывают ответственность друг на друга и говорят, что денег нет. Впрочем, они готовы построить дорогу в складчину с людьми. Это когда к сумме, которую собрали сами жители, выделяется точно такая же из бюджета. Представитель ЗАГС собрания обещал проверить, есть ли эта дорога в плане строительства. Но возведение в складчину тоже вариант, если по-другому нельзя. Есть такая система работы. На самом деле, это полезная система, потому что, когда мы вовлекаем граждан в решение каких-то конкретных задач, многие хотят заплатить свои деньги. Никто не заставляет людей платить. Но когда плюсом к государственным средствам люди выделяют свои какие-то денежные средства, соответственно, они уже относятся к этому объекту, который будет построен, в том числе и за их счет, как к своей собственности. Приступили к работе. На протяжении шести лет при ЗАГС собрании действует Молодежная дума. В нее избираются юноши и девушки, стремящиеся овладеть основами законотворчества. Бывает, что их инициативы настолько важны, что проходят через областной парламент и становятся законами. Что привнесли в нашу жизнь три предыдущих состава Молодежной думы и кто избрался в четвертой, расскажет Александр Инин. Ольга, наша коллега, журналист, но решила попробовать себя на законодательном поприще. Чтобы пройти в Молодежную думу, предложила инициативу и доказала комиссии, что идея имеет право на реализацию. Проблема остро-социальная. В сельской местности аптек днем с огнем не найти. И если что-то заболит, ложись и помирай. В удаленных населенных пунктах с численностью менее ста человек у людей просто нет возможности купить лекарства. То есть я знаю, что возможно еще продажа лекарств через ФАПы, но ФАПы тоже есть не везде. Ольга предлагает разрешить аптекам доставлять лекарства в деревни и села с помощью автолавки. Если инициатива будет одобрена, ее внедрят в федеральное законодательство. Поскольку проблема актуальна не только для нашей области, но и для всей России. Молодежь, чем она интересна? Тем, что большое количество интересных инициатив. Они как бы не всегда, конечно, взрослые, не всегда до конца проработанные, может быть, немножко где-то и непродуманные, но самое главное, что они живые. Некоторые молодежные инициативы стали важными законами. Благодаря трем предыдущим составам Молодежной Думы в области запрещены веселящий газ и алкоэнергетики. Отменены ранние браки. Раньше можно было жениться с 14 лет, теперь только с 16. Принят закон о патриотическом воспитании. Возможно, уже в апреле областной парламент проголосует за инициативу Молодежной Думы предыдущего состава о запрете вейпов. Законодательная инициатива ваша рассмотрена на заседании комитета. 25-го мы, наверное, будем ее принимать в виде закона Владимирской области о запрещении продажи электронных устройств для курения различных смесей. То есть вот этих вот так называемых вейпов. Воздействие очень негативное на здоровье и даже с летальным исходом. То есть это уже доказано на фактах и на примерах и учеными, что это действительно вред, что это не игрушка и не баловство. Поэтому мы считаем, что для здоровья наших детей и молодежи мы обязаны об этом подумать, позаботиться. На финальный отбор в Молодежную Думу 4-го созыва со своими проектами заявилось 50 человек. Победили авторы 38. Здесь и те, кто работал в третьем составе, и новобранцы. Одна из новичков, 11-ти классница, предложила запретить школьникам использовать на уроках смартфоны и планшеты, поскольку интернет и соцсети отвлекают от учебы. Пойдут ли на это взрослые законодатели, пока не ясно. Но инициатива не оставлена без внимания. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал. Ищут пропавших без вести. В Владимире стартовала Всероссийская вахта памяти. Уже через несколько дней ее участники примутся за поиски солдат Великой Отечественной войны на местах Ржевской битвы. Что удается найти на полях сражения через 70 с лишним лет? С поисковиками встретилась Валерия Саенко. Ложки, фляги и кружки. Ценные экспонаты времен Великой Отечественной нашли и Владимирские поисковики. Во время вахты личные вещи солдат попадаются не так уж редко. На поля былых сражений выходят с лопатами и металлоискателями. Любая именная вещь бойца – это шанс вернуть его имя из списка без вести пропавших. Но главная находка – вот такой личный медальон. Внутрь солдаты вкладывали формуляр со своими данными. Правда, заполняли бумаги далеко не все. Бойцы их не заполняли большинство, потому что они считали, что если ты его заполнил, то ты умрешь на войне. Все, что мы находим, оно очень плохо хранится, потому что погодные условия очень плохие. Также, когда мы последний раз ездили на вахту, у нас почти всю вахту были одни ливни. Мы ходили по каше. И за этот период времени после войны очень мало чего сохраняется. В прошлом году поисковики обнаружили 93 тела красноармейцев. Опознать могли только троих. В этом году поисковые отряды со всего региона едут на место новой вахты памяти. 23 апреля поиски начнутся в Тверской области на месте кровавой Ржевской битвы. В боях с врагом в 42-43 годах Красная армия потеряла там 362 664 человека. На полях сражений будут искать останки без вести пропавших солдат. На благородное дело поисковики отправляются с поддержкой ветеранов. Позвольте мне от имени всех наших ветеранов пожелать вам успехов там. И мы вас будем ждать и будем активно принимать участие в той работе, которая будет проводиться по подведению итогов вашей работы. Знамя поисковиков сегодня в руках Максима. Экспедиция в Тверскую область будет для него уже шестой. В прошлом году парень помог найти останки лейтенанта Федора Камочкина в Смоленских лесах. Войны из Судогодского района перезахоронили на малой родине, рядом с могилой сестры и матери. Солдат, когда находим, это как бы радость. Для меня вообще это воспринимается как долг. То есть я обязан хотя бы, ну не то чтобы найти, но хотя бы участвовать в этом, постараться. Потому что когда мы находим солдат, передаем их семьям, это просто главное увидеть счастье в их глазах. Я очень сильно удивился, когда за мою первую вахту мы нашли три солдата. Прошло уже столько времени на самом деле, да, а находим до сих пор вот столько солдат. Владимирские поисковики работают на местах сражений в Смоленской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях. В прошлом году провели 15 экспедиций. Три прошло и в нашем регионе. Во время Великой Отечественной здесь потерпели крушение более 100 боевых самолетов. Этой весной в рядах поисковиков 90 человек, в основном молодежь. Движение растет. В 2000-х на вахту собирали всего 12-15 человек. Может быть не все из них останутся поисковиками, что называется, насовсем. Но даже если из 10 один проникнется и будет нам помогать, это очень важно. А во-вторых, даже если он один раз съездит, даже если он не будет ездить никогда, но узнает о поиске, о войне, то это уже будет результат нашей работы. Мы работаем для живых людей, прежде всего для сохранения памяти. В этом году выделено более полумиллиона рублей на поддержку этих организаций. Я думаю, что это очень важно, что вокруг и поисковых отрядов, вокруг молодежных клубов, вообще молодежных объединений, организаций, объединяются молодые люди неравнодушные, которые хотят знать, помнить, которым дорогая история. Сегодня стартовала еще одна патриотическая акция. С этого дня георгиевские ленточки бесплатно будут раздавать во всех общественных местах Владимира. Ну а поисковики вернутся из экспедиции к Дню Победы. Валерия Саенко, Илья Фомин, 6 канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Лесной пожар в Суздальском районе. Горит три гектара зеленых насаждений. Огонь может перекинуться на жилые дома. Такова легенда учений. Сегодня во Владимирской области завершается трехдневная подготовка специалистов к возможным чрезвычайным ситуациям. В тренировке принимают участие спасатели, лесники, добровольцы, представители органов местного самоуправления. В последний день участники сбора ликвидировали очаги природных пожаров. До этого отрабатывали алгоритмы реагирования на ЧП, связанные с половодьем. Сотрудники тревожного ведомства эвакуировали население из зон отрезания и подтопления. Местные власти демонстрировали работу пунктов временного размещения. Деятельность Александровских молочников приостановлена. Об этом рапортует региональное управление Роспотребнадзора. Речь идет о предприятии Молком. В ходе проведения внеплановых выездных проверок специалистами были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Это привело к тому, что продукция не соответствовала требованиям технического регламента. По решению суда деятельность компании Молком приостановлена на 90 суток. Автобус без тормозов. Такое транспортное средство обнаружили инспекторы дорожного движения в ходе проверки на Владимирском автовокзале. Причем машина не стояла на ремонте в гараже, а курсировала по маршруту Владимир-Собенко. Водителя оштрафовали на 500 рублей. Человека, ответственного за выпуск на линию этого автобуса, ждет наказание от 5 до 8 тысяч. А автобус отбуксировали на стоянку. Осужденного привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Татуировка в виде свастики находится у него на плече. А показывал он ее сокамерникам 5-й исправительной колонии во время помывки в бане. Санкции статьи, по которой привлекли заключенного, предусматривают штраф до 2 тысяч рублей, либо арест до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Губернатор объявила войну борщевику. Светлана Орлова поставила задачу разработать областную пятилетнюю программу по борьбе с этим опасным растением. Его сок вызывает сильнейшие ожоги на коже. Согласно мониторингу, этот сорняк растет практически на территории каждого района нашей области и занимает почти 2,5 тысячи гектаров площади. Несмотря на то, что уничтожение борщевика – это полномочия органов местного самоуправления, в каждом муниципальном образовании необходимо разработать собственный комплекс специальных мер, распорядилось первое лицо региона. Нужно сделать оценку состояния земельных участков, на которых растет ядовитая трава, а в муниципалитетах – организовать специальные бригады, которые будут вести планомерную работу по истреблению борщевика. Они первыми встречают гостей на важных официальных мероприятиях, представляют нашу область на престижных музыкальных фестивалях и радуют владимирскую публику своими концертами. Владимирскому губернаторскому симфоническому оркестру 20 лет. Юбилейный для коллектива год музыканты подводят итоги и экспериментируют. На репетиции перед очередной премьерой побывала Оксана Любимова. Моноспектакль по повести Гоголя «Портрет» – это третий заключительный проект фестиваля, посвященного 20-летию губернаторского симфонического оркестра. Вместе с владимирскими музыкантами на сцене зала классической музыки российский актер Евгений Ткачук, известный зрителю по фильмам «Бесы», «Жизни приключения Мишки Япончика» и сериалу «Тихий дон». Дирижер оркестра Артем Маркин говорит, завтрашняя премьера моноспектакля – это совершенно новый для Владимира формат. В юбилейный год музыканты решились на смелые эксперименты. Целая буря эмоций. Но самое главное – это в финале нашего фестиваля, я думаю, это встреча с русской классикой литературной и с русской классикой музыкальной, потому что музыкальная ткань построена на шедеврах русской классики. Для Евгения Ткачука моноспектакль «Портрет» формат тоже дебютный. Актер говорит на предложение Артема Маркина сделать драматический спектакль. Совместно с симфоническим оркестром согласился, не раздумывая. Уж очень интересной показалась идея уложить сложный текст Гоголя в музыкальную форму. Я не знаю, где я еще попробую так поработать, но это интересно. Это сложно и в то же время очень много сил дает, какой-то энергии высекается, когда работаешь с оркестром и пытаешься найти соединение этого всего. Губернаторский оркестр играет буквально в потьмах. Из освещения на сцене маленькие фонарики на нотах и световые акценты на главном герое. Сложно, говорят музыканты, но зато добавляют мистики, а эмоции зашкаливают. Такое сотрудничество Евгения Ткачука, губернаторского симфонического оркестра и автора музыкального полотна спектакля столичного композитора Кирилла Уманского вряд ли оставит публику равнодушной. Это все классика, но классика очень разного времени. От Баха до Шостаковича, Шнитке, Чайковский. Это потрясающее соединение, большое напряжение идет. И эмоциональное, и на глаза. Мы собираемся и играем. Кстати, в рамках юбилейного фестивального эксперимента Владимирские музыканты дали уникальный совместный концерт с известным клавесинистом Жаном Рандо. Выступили с хоровой капеллой Ярославия и камерным хором «Русский портес». Дальше публики обещают новые творческие повороты, сотрудничество с ведущими российскими актерами, проекты со старинной музыкой и обязательно масштабные симфонические концерты. Оксана Любимова, Артем Горчаков, Шестой канал. Это все, о чем вам успели рассказать. А прямо сейчас смотрите программу «Наш выбор». Не переключайтесь. Я же прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют облачную погоду пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 7, плюс 9 градусов по Цельсию. По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 70%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова